За пару минут рассказать о восьми моделях не получится Приветствую вас друзья коллекционеры, с вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал Сын Отец и Игрушки А сегодня у нас будет обзор посвящен целому сету моделей, основанных на разных частях фильма Форсаж И этот набор 2017 года Вообще наборов моделей от Hot Wheels, посвященных Форсажу, в природе существует немалое количество Первый был выпущен в 2013 году, затем в 2014, который практически копировал предыдущий После чего в 2015 вышел сет, который достаточно сильно отличался по содержанию от двух первых Обзор на него кстати есть на канале, ссылка как всегда в описании Далее был набор моделей 2016 года, куда вошло немало машинок из 2015 года Но были там и интересные экземпляры, коих не было ни в одном наборе ранее Вспомнить хотя бы красотку 2000 Honda в розовом Но в 2017 году вышел сет, в который вошли модели ранее не встречавшиеся И таких было немало Почти все модели, кроме конечно же Nissan Skyline Он был и в 2013 и в 2014 годах Но блин, его-то я очень хотел себе в коллекцию, поэтому не страшно, что он тут есть Остальные же модели не появлялись в предыдущих наборах В том цветовом варианте, в котором они представлены в этом наборе Пожалуй хватит лить воду, давайте рассматривать модели И да, внимание, в обзоре будут спойлеры на фильмы Так что если вы не смотрели хоть один из фильмов, лучше выключайте обзор Блистер под номером 1 содержит очень классную модель Honda S2000 Да-да, та самая Honda, на которой рассекал Джонни Тран И в этой модели прекрасно практически все Вот поглядите на нее со всех сторон Ну что, убедились? Отличная вышла машинка Разве что очень сильно разочаровал меня задок Где вроде есть задел на прорисовку и логотипа, и фонарей Но увы, видимо краска на заводе Mattel закончилась А точнее декали И тем не менее, зад смотрится очень недурно Ибо здесь есть немало деталей Спойлер, например И пара отлично проработанных выхлопных труб К слову о декалях С боков они выглядят просто изумительно Все нанесено очень ровненько и аккуратно Впрочем, передок тоже вышел на славу Прорисованы и фары, и логотип, и даже про принт на капоте не забыли Ух ты ж молодцы какие! Катки, кстати, подобраны очень здорово и весьма похожи на киношный вариант дисков Корпус у модели сделан из металла Салон из красного пластика Нужно, кстати, сказать, что он не дурно проработан Дно же у модели пластиковое и имеет, кстати, даже небольшую проработку Что мне показалось очень классным решением Начало очень даже интересное получилось Отличная модель, двигаемся дальше И второй блистер меня тоже порадовал Ибо по-другому и не могло быть Ведь это тот самый Skyline, на котором разъезжал Брайан во второй части Форсажа И это, пожалуй, самый узнаваемый автомобиль из серии фильмов Форсаж Если считаете так же, ставьте свой лайк Итак, модель Hot Wheels Nissan Skyline GTR R34 Выполнена она крайне годно Только на этот раз без прорисовки оставили передок А зад модели прорисовали Да блин, Маттел, что с тобой не так? Никто же не запрещает клеить декали со всех сторон автомобиля Ну ладно, имеем то, что имеем Задница этой красотки просто великолепна Ох, слышала бы меня сейчас жена Так вот, сзади прорисованы фонари Правда, они слегка вверх уползли, но не критично А еще прорисован логотип и шильдик Кстати, в фильме на машине этих вещей не было А вот спойлер, пожалуй, тут к месту И непременно является украшением модели С боков машинка смотрится очень хорошо Декали нанесены ровно и, безусловно, являются украшением этой модели Спереди все выполнено очень здорово и детально Не хватает какой-то мелочи Просто прорисуйте фары и подфарники И уже машинка будет выглядеть в разы интереснее Также переднюю часть украшают и тюнинг на капоте Однако, подобной детали не было на оригинальном авто Лучше бы вместо этого тюнинга нарисовали бы пару полос на капоте Катки у этой модели также подобраны не самые подходящие Они, конечно же, смотрятся на этой машинке очень даже гармонично Но все же у Мотел есть и более подходящие колеса Которые бы смотрелись прям как в фильме Кузов у Ниссана, естественно, металлический А салон и дно выполнены из черного пластика Справедливости ради нужно отметить, что тут также немного проработали днище машинки Несмотря на все минусы, модель получилась крайне достойной Блистер за номером 3 содержит модель Плимута Роудраннера 70-х годов И эту машину мы могли видеть в токийском дрифте В самом конце фильма, когда Доминик Торетто появляется на несколько секунд в кадре Что сказать по модели? Несмотря на то, что я просто обожаю американскую классику Не знал, что наш друг американок любил Любил в то время, когда он гонялся со мной В этот раз я крайне разочарован машинкой Пустой перед и даже хром тут нифига не вытягивает положение дел Еще более удручающий зад Добавьте сюда крайне непримечательные бока с минимум декалей и деталей И получите Плимут от Hot Wheels А ведь в фильме эта машинка смотрелась очень классно Кстати, салон у модели также получился весьма простеньким Да и правильно подобранные катки ничего уже не решают Корпус у модели металлический Салон сделан из бежевого пластика Одно из хромированного пластика Это, пожалуй, самая невзрачная машинка в этом сете Четвертый блистер принес нам модель из пятого форсажа И это Porsche 911 GT3 RS Одетый в нежно-голубой кузов Этот автомобиль Брайан получил в качестве вознаграждения За победу в соревнованиях со стритрейсерами В этой модели все сделано как надо И данный Porsche очень похож на свой киношный прототип И все это до тех пор, пока вы не посмотрите на заднюю часть авто Как можно было так облажаться? Спойлер, не в кассу! Что за вялая хрень? Есть же у вас нормальные спойлеры, зачем сюда было ставить эту пластиковую фигню? А сам зад модели тут не то, что декалей нет, тут и деталей нет никаких Такое ощущение, что просто окунули машинку в чан с краской и такие И так сойдет! Ну нельзя же так делать! Да черт возьми, у этой модели дно проработано в 100 раз лучше, чем ее зад Нет, ну вы сами посмотрите Походу на полке машинка у меня будет стоять вот так Ну а если серьезно, то конечно же не все тут так плохо На самом деле все очень даже хорошо И я сейчас про то, как модель сделана с боков Про то, как нанесены декали И про то, как четко подобрали катки для машинки Блин, все же с боков смотрится отлично Но этот спойлер меня просто убивает Зато вы взгляните на передок Он бесподобен Тут у нас стеклянные фары, подфарники и даже логотип есть Все же сделано как надо Porsche от Hot Wheels, модель, блин, контрастов И даже не знаю, что тут еще добавить Неоднозначной получилась эта модель и это факт А тем временем наш обзор пересек экватор И в блистере под номером 5 модель из пятого фильма Corvette Grand Sport Roadster Один из ретро автомобилей, за рулем которого сидел Торетто в пятой серии фильма Форсаж Итак, Corvette Hot Wheels получился весьма годным Во-первых, передок Тут не нужно было ничего прорисовывать А значит, я не смогу сказать, что перед пустой и бла-бла-бла Более того, спереди куча деталей прорисована И даже декаль в виде логотипа присутствует на капоте А сзади модель смотрится очень хорошо Тут есть все И детали коих немало И декали, которые однозначно украшают задок Добавьте ко всему вышеперечисленному Отлично детализированные боковые части авто И получится интересная модель Да блин, она даже сверху выглядит очень достойно Катки, мне кажется, подобрали не самые подходящие Если сравнивать с теми колесами, которые были в фильме А так колеса на 5 спид смотрятся в целом Очень даже неплохо на этом Corvette Кузов у Родстера металлический Салон пластиковый, черный Дно выполнено из серого пластика Как по мне, симпатичная получилась модель Шестая по счету модель из шестого фильма Забавно получилось И тут у нас Ford Escort RS 1600 Образца 70-х годов Эта машинка участвовала в погоне за танком В шестой части за рулем был, кстати, Брайан И знаете, в целом модель получилась очень занимательной Да, пускай зад не прорисован, но тут хотя бы есть детали Да и хромированный бампер однозначно круто смотрится Перед выполнен в том же ключе Детали есть, декалей нет Зато присутствуют интересные дизайнерские решения С боков же модель выглядит просто обалденно Правда, мне непонятно, почему у нее всего одно боковое зеркало заднего вида И находится оно, кстати, со стороны водителя В фильме их было точно два Ну да фиг с ними, с зеркалами Декали тут на месте и они очень классно смотрятся Разве что на правой бочине небольшой брак на двери Также декали присутствуют на капоте Что, на мой взгляд, просто здорово Катки здесь, кстати, тоже подобраны очень классно Однако мне непонятно, зачем было делать салон из хромированного пластика Кузов у модели металлический, а дно сделано из черного пластика Честно говоря, не думал, что этот малыш меня так сильно порадует Отличная модель Обзор стремительно близится к концу И тут у нас одна из самых, на мой взгляд, интересных моделей в этом сете Ну, во-первых, это Тойота Супра из Блистера за номером 7 из седьмого фильма Да-да, это та самая Супра, на которой Брайан уезжает в закат Именно так все мы попрощались с Полом Уокером Блин, концовка у фильма сильнейшая Постоянно, как смотрю, даже слезы наворачиваются Но давайте не будем о грустном Так как модель получилась очень четкой и невероятно элегантной Белый цвет этой машинки идет В этой модельке мне все нравится Ибо и перед, и зад тут на высоте Впереди, помимо отличных декалей, присутствуют еще и детали Которые прекрасно дополняют прорисовку фар и логотипа Сзади все тоже очень здорово сделано А главное, декали тут нанесены обалдеть как ровно Тут даже шильдики читаются А теперь прибавьте сюда отличную форму машинки Классный спойлер и великолепно подобранные катки И получите самую шикарную модель в этом сете Как по мне, достойное воплощение модели Из самой трогательной сцены за всю историю фильма Форсаж Великолепная модель Ну и последней машинкой на сегодня будет Субару из восьмого блистера Сидя в этой машине, Брайан десантировался из самолета в седьмом фильме Вообще, я заметил, что больше половины моделей этого сета посвящены машинам Брайана И мне кажется, это очень здорово Но вернемся к модели Перед и зад весьма детально проработаны Ну, блин, дизайнеры в очередной раз забыли про декали Зато мы имеем весьма аутентичные декали с боков и даже на капоте Впрочем, катки у модели подобраны тоже весьма неплохо И схожи с колесами, которые мы видели в кино К плюсам стоит отнести и проработанные боковые зеркала заднего вида И, пожалуй, тут больше нечего добавить Разве что пару слов по материалам, из которых сделана модель Кузов, металл, дно и салон, черный пластик Вот и все, друзья, коллекционер и сет подошел к концу Я показал вам все восемь моделей А также рассказал немного о них и поделился своими впечатлениями Хочется верить, что обзор вам понравился и был полезен Если это так, не забывайте про поднятые пальцы вверх Жмите на кнопку поделиться и делайте как можно больше репостов Также оформляйте подписку на канал и не забывайте про колокольчик Канал Сын Отеца Игрушки Создаем коллекцию вместе Благодарю за внимание Всего вам доброго, друзья, коллекционеры Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok